Привет всем, с вами программа Переплет, я Андрей Алехин. Думаю, вам всем знакомо чувство, странное чувство, когда в конце классического детектива вдруг оказывается, что жестокий убийца, это обязательно какая-нибудь маленькая старушка-божий одуванчик. Но сколько в человеке оказывается спрятано неизвестного и непознанного. Сегодня у нас в гостях, конечно, не старушка-божий одуванчик, а наоборот, вполне себе представительный мужчина. Это Юрий Никитинский, главный редактор мужского и довольно солидного журнала «Эго». Но дело в том, что он автор детских рассказов, он пишет для детей, пишет очень успешно. Вот с таким странным детективом нам сегодня придется столкнуться. Юрий, ну вот как вы такой солидный мужчина, главред солидного издания, с большой карьерой в журналистике, да? И вдруг какие-то, ну вначале это были, насколько я знаю, детские рассказики, а потом эти рассказики вылились в то, что вы теперь, извините, детский писатель. И неизвестно, что теперь хобби, а что основная работа. Да, ну главредом-то я и перестал уже быть. На самом деле детская литература была раньше. Так, я начал писать стихи-рассказы, появились какие-то первые публикации. Это было очень замечательно, когда я решил, что все, я ухватил бога за бороду. В журнале «Барвинок» что-то появилось, теперь меня все будут знать. Тогда это было очень... Да, но никто ничего не узнал, конечно, слава не обрушилась мгновенно. И пришлось выбирать какую-то сферу деятельности, близкую к писательству. И в это же время, да, в это же время я еще и пытался быть рок-музыкантом. Вот у меня была там группа небольшое время, и меня как-то попросили написать статью о себе же в один сам издатовский журнал. Ну, вот с этого, в общем, началась моя журналистская карьера. Слушайте, ну очень логично, если бы вы были рок-музыкантом, вы, возможно, к хобби было бы написание детских песенок. Вы были бы композитором детских песен. Причем вы были бы Шаинский, наш местный. Я даже записал шесть песенок где-то в начале 90-х с киевскими антеграундными музыкантами. Три песни было на русском, три на украинском. И отнес их... Была такая студия «Аудио Украина». Они выпустили там штук пять винилов. В общем, недолго просуществовали. Я отнес туда, и вот там редактор как раз один сказал, что колокольчиков не хватает. Мишаинский. Ну, и на этом как-то это все... Музыкальная карьера свернулась, и вы ушли в зло. Да, да. Не, ну я еще там чего-то сочинял, изредка чего-то записывал. Но это еще была эпоха магнитофонной культуры. Ну, сейчас молодежи трудно объяснить, что это было. Мы как-то пытаемся, но они не очень верят, что все это было на самом деле. Ну, хорошо. То есть вы стали что-то писать, и именно писательство вас, в общем-то, подвигло уйти в журналистику. Да. А потом вы пошли делать карьеру, 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 потому что на самом деле вы один из, ну, скажем так, самых опытных журналистов в стране. Самые опытные, неопытные. Я забросил журналистику лет пять назад, ушел в телевизор. Так. Стал сценаристом сначала каких-то программ, потом ушел из телевизора, чтобы стать сценаристом кино. Так что сейчас я больше сценарным делом занимаюсь. Слушайте, а вот сценарии, у вас бывают сценарии какого-нибудь детского кино по мотивам ваших же книг? Так сейчас кто-то снимает что-то такое или нет? Я как раз написал по своему рассказу сценарий и хочу податься на питчингу с кино с ним. О. Вот, но сейчас это дело оттягивается. Ну, в смысле, сам питчинг. Ну, я думаю, это дело времени. Слушайте, если у вас будет какой-то... А что за ваше произведение ляжет в основу будущего фильма, если такое будет? Это коротенькая повесть. Вовка, который оседлал бомбу двух мальчиков, живущих в зоне АТО. Ну, что ж, ну, знаете, это, в общем, актуально. Я думаю, что украинский кинематограф должен поддержать такую идею. А вообще, скажите-ка мне честно, вот что легче делать? Заниматься серьезной, серьезной мужской, я бы сказал, журналистикой или писать рассказы, смешные рассказы в сети Тамарочки Павловны для детей? Что, к чему вам больше лежит в сердце? Да, к детской литературе. Потому что ею я занимаюсь больше 20 лет. Вот, журналистика просто меня поддерживала там какое-то время в смысле финансовом, потому что детской литературой заработать на жизнь невозможно, к сожалению. То есть вот этот знаменитый главный редактор журнала, допустим, Эго, Эго, очень достаточно солидный журнал, то есть это все-таки скорее вот это, ну, если можно сказать, такое финансовое хобби, а основное это все-таки написание книг. Вот только, может быть, в экономическом плане хобби чуть выгоднее, чем то, к чему лежит душа. Ну, наверное, так и должно быть. Хотя, хочу вам сказать, ваши все эти Тамарочки Павловны, что-то журналистское в них, такое острое и очень-очень современное все-таки есть. Об этом мы сейчас с вами и поговорим. Вот очень интересно, как это человек руководит большим коллективом, солидным очень журналом, с очень, скажем так, мужской тематикой. Как он, когда он успевает писать вот эти детские рассказы? Неужели посреди каких-то совещаний, куда ходят его сотрудники, увидеть вот этого солидного главного редактора? Юрий, ну вот скажите, вот ваши подчиненные в журнале, да? Они вообще читали ваши детские книжки? Они знали, что вы детский писатель? Я не очень представляю, вы собираете какое-нибудь собрание, собираетесь на них там накричать, там что-то такое, рассказывать, что плохо работает, а они знают, боже мой, это же детский писатель, у него же Тамарочка Павловна в голове и прочие эти вещи. Как они к этому относились вообще? Да я не принимал на работу, если они меня не читали. Не, ну если серьезно, то все знали, что я пишу для детей. Так. Вот, но как бы с моей-то внешностью никто особо не верил этому. Ну. Пока действительно не принесешь книжку там и... Я написал, что вот вы авторы есть. Да. Проблем с дисциплиной не было, тем более я главным редактором побыл не так уж много, эго там полгода, по-моему, что-то. Ну и я привык к тому, что не обязательно друзья читают тебя. Друзья, как бы, довольно поздно разродились детьми, вот. Я пишу в основном для младших школьников, то есть у некоторых дети только подрастают сейчас, дорастают до этого возраста. У единиц этот возраст уже перешагнули, и они читали мои книжки. Ну, а вообще вот скажите, писать вы не пробовали, допустим, там, для подростков? Или для юношества, как сейчас модно? Потому что это разные, разные литературы. Вот легче пишется для младших детей? Почему так? Для младших не то, что легче. Мне интереснее писать для них, потому что я выбрал такой жанр ироническое. Сначала это была ироническая поэзия, потом, собственно, и проза. Он приколен тем, что ты можешь писать вещи, которые одинаково интересны и детям, и родителям. И Астрид Флингрен, по-моему, сказала, что это идеальный вид литературы, когда и детской литературы, и взрослый, и родитель кайфуют от одной и той же книги. Возможно, они ловят свои кайфы и каждый. Ну, я думаю, да. Я думаю, для них это немножко разная книжка для каждого. Хотя это один и тот же текст. А что касается подростков, я написал в середине 90-х несколько рассказов для подростков. Там иронии и не пахло. Ну, то есть я-то жил на Троещине долгое время, спальный район Киева. Вот. И описал жизнь, собственно, подростков Троещины. И в журнале «Одноклассник», в нашем украинском бумажном журнале, «Бывшая пионерия». Вышло два из этих рассказов. И после первого... Тогда еще люди писали в журналы письма. Ну, да. Вот. После первого, да, мы получили письмо с черной меткой. То есть там мама двух девочек, она прокляла меня, редакцию, журнал. А что случилось? Что было не так? Ну, я на самом деле для подростков, я считаю, что нужно писать... Не то, что нужно. Я написал довольно жесткие, реалистичные вещи для того, чтобы подросток немножко задумался, да, чтобы у него там что-то зашевелилось в голове, встряхнуть его. Потому что, ну, окей, для младших школьников у меня, как правило, это веселое что-то. Ну, конечно. Забавное. А, с подростками сложно. Во-первых, волну найти ту же ироничную для подростков довольно сложно, потому что там свой мир, своя планета, вот. А во-вторых, опять же повторюсь, мне хотелось написать что-то такое, чтобы их цепляло. И зацепило эту маму. Ну, зацепило маму, да. Осколком. Шрапнели ее, я думаю. И мама решила, что это слишком жестоко и что детям нельзя такое читать. Ага. Ну, что ж, возможно, маму можно было понять, если она жила где-нибудь не на Троечине, а в чинных благородных районах, возможно, ее это и возмутило. Ну, а вот, хорошо, а мысли написать что-нибудь для взрослых? Ну, вы же журналист уже, можете написать что-то такое? Это какой-нибудь детективный роман совершенно для взрослых? Нет, нет, нет. Детективный роман вряд ли. Я на самом деле пишу для взрослых, писал. Так. Но писал скорее для себя, там, для живого журнала, да, Life Journal, когда был, я писал для друзей. Это, опять же, ироничные стихи, цикл коротких сценок под названием Наташки. Такой собирательный образ современной барышни. Но я никогда не занимался промоушеном и проталкиванием этих вещей. Ну, хорошо, а мы, кто может нам дать гарантию, что не пройдет какое-то время, и вы не решите, либо издательство не решат издать этих Наташек для взрослой аудитории? Никто не может такой гарантии дать. Так. Если какой-то издатель набредет в просторах интернета на мои взрослые вещи, то, ну, и предложит издать, то только за. Дело в том, что Никитинский-то начал писать, в общем, в детстве, в году 80-м. Он написал рассказ об Ишаке, который вез сову. Какой-то очень странный рассказ. Родственники это приняли на ура. Может быть, поэтому. И теперь у него остался вот этот интерес к детству и к детской литературе. Дело было в Белоруссии. Так. В деревне Савин. Куда я приезжал на все лето к бабушке. Сам-то я жил в то время в Ашхабаде. И каждое лето меня отправляли туда. И как-то утром я проснулся, и у меня вот начали появляться эти строчки про Ишака, который идет в Кишлак. И неизвестно, почему он на спине несет сову. В общем, страшная история. Он там путешествует, поэтому то зайдет в Кишлак, то выйдет, то и в следующий зайдет. Ну, короче, бред. Но родители решили, что я Пушкин, конечно, сразу. А я так не решил. Это был какой-то всплеск мимолетный. Вот я сочинил и забыл о поэзии. Тем более в детстве у меня, честно говоря, от тех стихотворений, которые нам задавали в школе, натурально болела голова. Я вас понимаю. Кстати говоря, давайте вот, кстати, немножко посчитаем. Что у вас в этом самом творческом детском ранце, портфеле, я не знаю, как правильно сказать, если уж вы детский писатель. Что такого, что нам следует ожидать вот в ближайшее время? Я думаю, что в этом году будет с моими книжками все хорошо. Так. Есть к этому предпосылки. Так. Уже вышли, ну вот в конце прошлого и в начале этого вышли две книжки «Дом дворников» и книжкой «Пингвины». Готовится к изданию сборничек рассказов про клеща Димона. О, про клеща Димона? Да. Слушайте, у меня есть один знакомый клещ по имени Димон. Надо обязательно дождаться. То есть этот клещ выйдет вот совсем скоро? Я надеюсь, что выйдет он к книжковому арсеналу. Во всяком случае, с издателем у нас разговор идет о нем. Ну, об этих сроках. Плюс выходит еще, должна выйти до конца года книжка, написанная мной в соавторстве с писателем и художником Виталиком Кириченко. Он же проиллюстрировал ее. Книжка будет называться «Страшно хулиганская книга». Вот. Вовка, который оседлал бомбу, наконец-то выйдет. Пока хватит. Не будем забегать вперед. Пока будем ждать этих книг. Ну, вообще, я так смотрю, вот то, что вы оставили, наконец, весь этот журнализм и ушли полностью в детскую литературу, на писательские хлеба. Рисковый, конечно, шаг. Я вот вас очень зауважал на этот счет, потому что действительно рискованно. Но я вам хочу пожелать и от имени нашей программы, и от имени детей, которые вас читают, и их родителей, которые покупают им эти книжки. И пишите, продолжайте, пишите больше, потому что на самом деле вас любят, читают и правильно делают. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok